Всем привет! Сегодня на повестке дня легенда танковых боёв, мечта многих танкистов и по совместительству самый дорогой танк на бирже. Советский тяжёлый танк ИС-7. Но перед тем как потревожить деда, давайте вспомним, чем же заполнился первый масштабный марафон от улитки. Для многих такое событие было настоящим шоком, так как привычные ивенты проходились с меньшим размахом и требовали не так много времени на получение заветной техники. Выпадение необходимых деталей для сборки было очень рандомным, из-за чего мне лично пришлось докупать их на бирже, ибо после первых суток в игре мета к ней не выпали. Не было также и дополнительной награды за первое место в бою, тогда об этом даже не думали, всё появилось намного позже, уже в следующем марафоне. И многие в то время ругали биржу, дескать, мы не хотим платить деньги за акционку, а получить технику всё же хотелось. Далеко не у всех было столько свободного времени, но если посмотреть на это с другой стороны, то на самом деле для игроков это стало хорошей возможностью взять для себя премтехнику бесплатно. Кому-то не особо нужны были эти акционные танки и самолёты, а вот премы для прокачки ветки смотрелись куда привлекательнее. В общем, я могу сказать, что лето в 2018 году было жарким. Ну а что касаемо ИС-7, то на релизе у танка был боевой рейтинг 8.0. На тот момент не было столько колёстиков, туров, вертолётов и танков с ломами, ИС-У жилось комфортнее. Я запомнил ИС-7 в первую очередь как динамичный танк с неплохой бронёй, с автоматом заряжания и с кучей пулемётов. Встречи с фаусами всегда вызывали у меня улыбку. Сейчас же советскому танку накинули БР-8.3, поэтому попадая в бой, вы можете не удивляться, что рядом с вами едет Т-72, а впереди вас уже ждёт ПТУР. Но несмотря на этот хаос, ИС-7 всё ещё способен делать фраги. Броня за счёт механики объёмных снарядов порой отбивает даже ПТУРы, а перезарядка в 10 секунд, как и для такого калибра, это шикарный показатель. Вот только автомат заряжания рассчитывает всего на 7 выстрелов. После отстрела вам придётся ждать каждый снаряд примерно по 30 секунд. И в условиях динамичного боя на таком БР это равноценно выходу в ангар. Учитывая, что у нашего танка по всему боевому отделению расположены боеприпасы и пороховые заряды, которые могут сдетонировать в любой момент. Кстати, у ИС-7, в отличие от Т-10М, нет стабилизатора орудия. Оно, конечно, не так раскачивается, как, например, у АМХ-30, но, тем не менее, стрелять на ходу, промахнуться можно. После переделки бронепробиваемости всех боеприпасов в игре, снаряд БР-482Б стал пробивать под прямым углом 310 мм брони. Раньше этот показатель был 265 мм. Так что Мауса мы теперь уверенно пробиваем. Вот только с ним мы уже и не виделся. Нашими противниками будут различные БМП, ОБТ и ПТУРовозки. Для уничтожения лёгкобронированной техники предусмотрены аж целых два крупнокалиберных пулемёта КПВТ. Вот только мне кажется, что урон у них как-то занижен. Тот же Браунинг уничтожает технику по уверенней. Один из ярких плюсов ИС-7 будет его динамик. Тяжёлый танк не ощущается таковым. У него быстрый разгон, и он не сильно отстаёт от ОБТ, а некоторых даже обходит. И что необычно для советской техники, скорость заднего хода составляет 23 км в час. Жаль, что нет полноценной дымовой завесы. Приходится довольствоваться двумя этими бочонками на корме. К минусам можно ещё и отнести ОВНы. Если вы едете в горку, орудие отказывается опускаться. Даже небольшой подъём уже не позволяет нам стрелять. Немного мешает также стойка крупнокалиберного пулемёта. С видом от третьего лица она просто перекрывает прицел. Про броню особо рассказывать и нечего. Большинство ломов пробивает нас насквозь, а кумулятивы и птуры и вовсе могут нас ваншотить. Броня хороша только против танков Второй Мировой. И то не для всех. Тем не менее, несмотря на все недостатки, ИС-7 всё ещё может показать неплохой результат. Но делать всё приходится очень аккуратно. Прорываться к Ламаншу? Оставьте этого БТ. Мы должны занимать второстепенные позиции. Уезжать далеко от союзников не стоит. Всё же отстреляв все 7 снарядов, приходится где-то искать укрытие. И обычно в такие моменты у нас настигает противник. На данный момент ИС-7 можно назвать редкой машиной в рандоме. Лично я уже давно его не встречал в боях. Ну а на бирже этот стальной монстр стоит порядка полторы тысячи долларов. И за эту цену его покупают единицы. Вот так поживает танковая легенда. Пишите ваши комментарии насчёт ИС-7. А пока немного истории. Зимой 1945 года были развернуты сразу три проекта по созданию нового тяжёлого танка. Которые впоследствии ввелись в один проект под названием Объект-260. В Советском Союзе, как вы понимаете, было популярно называть проекты именно Объект. Альтернативным названием было ИС-7. Танк проецировался исходя из опыта прошедшей войны. Некоторые решения были взяты из танка ИС-3 и впоследствии доработаны. Например, бронирование. Заметно, что форма лобовой брони имеет характерный щучий нос. Только не такой выделяющийся, как у ИС-3. Объект-260 был первым танком в Советском Союзе, где была принята технология по созданию топливных багов в сложной форме. Это позволило увеличить объём топлива и запас хода танка. В 1946 году опытный образец прошёл ходовые испытания, где показал хорошие результаты, как для тяжёлого танка. В дальнейшем возникли проблемы с поставкой двигателей, из-за чего было принято решение поставить морской дизельный мотор. И также было заменено ещё орудие с С-26 на С-70. Спустя два года были достроены ещё четыре машины. Во время ходовых испытаний одна из них загорелась. И несмотря на автоматическую систему тушения, устранить очаг возгорания, к сожалению, не удалось. В последствии выяснилось, что на заводе у некоторых танков прототипов для экономии веса, оказывается, сделали резиновые топливные баки. Далее произошёл ещё один инцидент при обстреле танков. Один из катков из-за рикошета снаряда отлетел на большое расстояние, что вызвал вопросы о надёжности танка. И хоть такое попадание было очень редким явлением, всё равно немного подорвало доверие будущему тяжёлому танку. Но самым главным недостатком был вес машины. Последние прототипы весили 68 тонн. Далеко не каждый мост мог выдержать такую нагрузку. А это снижало мобильность. Военным на случай новых воин требовалось быстрое и массовое развертывание большого количества танковых подразделений. И тяжёлый С-7 просто не вписывался в эту концепцию. Его было тяжело транспортировать, танк был дорогим, и заводом пришлось бы существенно замедлить производство существующих танков, находящихся на конвейере. Поэтому было принято решение о закрытии проекта. Единственный оставшийся экземпляр сохранился лишь в музее. Вот такая история. Подписывайся на канал, заглядывайте в описании. Ну а я вам, как обычно, желаю лёгких фрагов и чистого неба над головой.